Сарга 11. О высочайшем. Рама спросил. Этот видимый мир не существует во время всеобщего разрушения. Куда он пропадает, о мудрый? Васиштха ответил. Откуда появляется сын бесплодной женщины и куда он пропадает? Куда исчезают и откуда являются воздушные замки и рощи? Рама сказал. Ни сына бесплодной женщины, ни воздушных замков нет и не будет. Откуда взяться их видимости и несуществованию? Васиштха продолжил. Как никогда и нигде нет ни сына бесплодной женщины, ни воздушных замков и рощ, точно так же никогда не существовал и весь видимый мир. Он не создавался и не разрушался. Его изначально не существует. Как могут стать возможными его творения и разрушения? Рама сказал. Сын бесплодной женщины и небесные рощи – это просто плоды воображения, и им свойственны рождения, перемены и разрушения. Почему бы и миру не быть таким же? Васиштха ответил. Уподобление чего-то несравнимому лишено логики. В силу такого несоответствия, существование мира кажется реальным. Как при внимательном рассмотрении, в золотом браслете нет никакого браслета, а есть лишь золото. Так нет и мира в Брахмане. Как вне пространства нет отдельной от него пустоты, так в Брахмане нет отдельного мира. Хотя он и видится. Как чернота неотделима от сажи, а холод ото льда, так мир неотделим от высочайшего Брахмана. Как прохлада, неотдельно от луны или снега, так это творение не существует отдельно от Брахмана. Как нет воды в мираже, как нет второй луны, так и в чистейшем Брахмане вообще нет этого мира, хотя он из Рим. Что изначально не существовало, не имея собственной причины, и что не существует сейчас, может ли быть разрушено. Как может сознание, где нет никакой материальности, быть основанием материального мира? Это подобно утверждению, что Солнце является причиной тьмы. Если причина отсутствует, то и следствие не возникает. Какова причина, таково и следствие. То, что осознается как невежество, есть только отражение сознания. То, что видится как мир во сне, есть только проявление сознания. Как иллюзия мира, видимая в грезах, есть только проявление сознания в уме, так в начале создания в Брахмане появляется эта огромная видимость мира. То, что видится как мир, вечно пребывает в сознании, никогда и никаким способом, не пропадая и не появляясь. Как текучесть есть сама вода, как движение есть сам ветер, как свет есть солнце, так все три мира есть единственно Брахман. Как приснившийся город, вроде бы существующий внутри, есть только сам спящий, видящий сон, так и этот мир, который как будто видится, есть только высшее сознание в самом себе. Скажи мне, о святой, как вышло, что яд этого видимого мира, порожденного как несуществующее восприятие сна, стал столь сильным убеждением, пока есть видимое, есть и видящий, а пока есть видящий, есть видимое. Пока есть один из них, оба не свободны. Освобождение исключительно в избавлении и от одного, и от другого. Пока видимое не осознается как абсолютно несуществующее, видящим остается видимое, и не возникает понятия об освобождении. Если бы видимое существовало сначала, а потом исчезало, тогда несвобода в виде памяти о видимом не прорывалась бы. Как в хорошем зеркале всегда появляется отражение, где бы оно ни находилось, также память обо всем, что происходит, остается видящим. Если понимание, что видимое никогда не возникало и не существует, то видящий освобождается от видения. О лучший и знающих истину! Развеяв своими мудрыми словами мои сомнения, в невозможности освобождения, объясни мне теперь абсолютное несуществование мира. Васиштха ответил «О, Рама, внимай! С помощью истории я объясню тебе развернуто, как этот мир, со всем пребывающим в нем, постоянно видится, хотя и не существует. Подобно пыли в солнечном луче, сомнения по поводу мира в твоем сердце не успокоятся, пока происходящее в нем не объяснено всецело». Осознав полное несуществование иллюзии мира и творения, пробудившись, ты будешь действовать в этом мире, оставаясь в однонаправленном осознании высочайшего атмана. Восприятие существований и несуществований, обретений и потерь, плотного и тонкого, движущегося или неподвижного, будут тебя заботить не более, чем стрелы могут обеспокоить огромную скалу. Все есть только единая сущность, атман. Разделение не может быть даже предположено. Слушай меня, Оракхава, я поведаю тебе, как возник этот мир. Из него появились все эти проявления. Это оно, высочайшее сознание, является всем миром, разделенным и неразделенным на части. Мой сын. Оно есть основа разнообразных форм. Видение, ум и мысли. Из него все возникает, и в нем все растворяется. Такова сарга 11-я, о высочайшем. Книги 3-й, о создании, Маха Рамаяны Шри Васиштхи, ведущей к освобождению, записанной в Алмике. Субтитры создавал DimaTorzok